В Киевский районный суд Николай Рыбальченко прибывает в сопровождении адвоката. Инспектор патрульной полиции находится под денежным залогом. Поводом для открытия уголовного производства в отношении него стало задержание нетрезвого водителя 19 мая. Автомобиль, проходивший по ориентировке, экипаж Николая увидел около 10 вечера на улице Сидора Ковпака. На требование остановиться водитель не отреагировал. Погоня завершилась, рассказывает Николай, на улице Горянской. Но водитель бросился бежать. Именно при попытке его задержать и возникла потасовка. Пассажир автомобиля попытался отбить водителя, напав, по словам Рыбальченко, на его напарника. Взял его сзади, за плечи, если не ошибаюсь, за плечи взял. После чего он с криком, нецензурной снова-таки бранью, нанес мне удар, схватил меня за форму и вытолкнул в сторону. Ударом мужчина рассек патрульному губу. У самого пассажира, а ныне пострадавшего, появился синяк под глазом. Инспектор уверяет, силу применял в рамках должностных инструкций и пассажира не бил. Но прокуратура удар рассмотрела на видео с нагрудной камеры полицейского. По словам Рыбальченко, следователи так и расценили его попытку задержать нападавшего. Теперь правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий. Максимальная санкция статьи – 8 лет лишения свободы. В час заседания было избрано достатное доказание вины Рыбальченко, в искусстве мы передаем на предозры. Ваша версия – то, что произошло. Это все больше сказано. То есть, так вот отдельно вы не видите? Хорошо, спасибо. Пассажир, который в деле проходит как пострадавший, подал гражданский иск. Нанесенные ему убытки, он оценивает в сумме более 80 тысяч гривен. В предварительном заседании он добавляет к иску подтверждающие документы. Статья, инкриминируемая патрульному, отмечает адвокат Николай Рыбальченко, действительно предполагает нанесение значительного вреда личности, организации или предприятию. Но сами представители прокуратуры в обвинительном акте указали. Такового в данном преступлении нет. Потому нет и состава преступления. В данном случае к такому заключению пришел прокурор. Прокурор это утвердил. Я так понимаю, что это согласованная позиция следствия и прокуратуры. О том, что вреда не причинена. Нет вреда – закрывайте производство. Но судья не поддержала жалобу защиты о закрытии производства, решив начать рассмотрение дела. При этом, как отметил Головков, в своем решении она состалась на уже отмененную норму Уголовного кодекса. И это не единственный юридический казус, связанный с этим конфликтом. По заявлению Николая Рыбальченко, открыто уголовное производство. Подозреваемым по нему должен проходить нынешний потерпевший. Правда, ему, в отличие от полицейского, еще даже не объявлено о подозрении. Ситуация, когда два участника конфликта проходят по двум разным производствам по одному эпизоду и при этом находятся в разных статусах, независимые эксперты называют взаимоисключающей. В теории эти дела могут быть объединены. Исследователь должен решить, кто из участников конфликта виновный, а кто потерпевший. Оксана Нечапаренко, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости.